друзья привет что пошла небольшая коррекция на российском рынке я не тороплюсь свой кэш который у меня есть в портфеле сразу куда-то пристраивать ну не такая уж большая коррекция сегодня продал остатки сургут нефтегаза брал там 8 февраля что ли и там до этого уже часть продал сегодня остатки уже продал за 12 дней 7 процентов он дал этот сургут нефтегаз вот а добрал сегодня селегдар ну почему добрал и уже объясняю что когда вероятность коррекции какая-то наступает я стараюсь золотодобытчиков долю увеличить тем более селегдар падает другие растут по лесу и юга к полиметалл не берем причинах полиметалла говорил не раз не два не десять он сколько падает сколько вы меня про него спрашивать я столько раз про него и говорю что не собираюсь его брать это все он падает потому что перестройки акционерного капитала там владельцев бизнес продажи там ну там такие перетрубации в бизнесе куда лезть когда вот такие перетрубации а перетрубации почему потому что юрисдикция у него не российская а в текущее время в наши акции компании не с российской юрисдикции но которые работают на территории россии в период перестройки вообще передела собственности да и перестройки вот такой вот глобальный они имеем несут в себе риски зачем поэтому но спокойно работаем чё падает и падает растет и растет я делаю свое дело потихоньку маленькую по правилу 3 п постепенно повседневно постоянно давайте к вашим вопросам добрый день антон что делать с акциями детский мир на сегодня 20 февраля продать уже не получится в вы чего сегодня только узнать что он с биржи уходит ну реально ну чё вот только сегодня узнать давно же уже понятно чё вы чуть 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 тяните понять не могу вот чё тянут люди им говорят компания уходит с биржи что вы собираетесь с ними делать почему сегодня эти вопросы почему никогда не уходят с биржи сколько было времени продать давай следующий вопрос кто-нибудь верит вверх новотека верит не верит это вот я вот сейчас криптой же торгую тоже да вот там вот полно людей которые верят там чё-то не верят друг друга убеждают в чем-то зачем зачем что значит верю не верю есть вот допустим у новотека да есть акции капитализация вот все акции любая компания так оценивается вот все акции взять называются капитализация компании взять все ее активы все ее денежные потоки проанализировать соотношение капитализации к активам Соотношение капитализации К долгу, соотношение капитализации К выручке Потом проанализировать Ее контракты Ее новые проекты Что она строит, не строит Вы же видите, какая глобальная стройка у Новотека есть Просто вот Мировых масштабов Я не утрирую Мировых масштабов стройка Вы что думаете, они просто строят Потому что им нравится строить Соответственно они на что-то рассчитывают Что эти объемы куда-то пойдут Почему не танкеры заказывают Просто кораблики поиграться Ну естественно Этими танкерами Планируют Поставлять свой СПГ Значит у них есть какой-то расчет Сколько им нужно танкеров Сколько им нужны производственные мощности Если они их наращивают Для чего-то наращивают Это логично же, правильно? Конечно И покупаю Новотека Он просит ему свое время Есть время продать Есть время купить Вот так он у меня Он очень крепко у меня в институционном рейтинге Следующий вопрос Антон, привет Подскажи, когда вылезет из долга Сегежа Стоит ли покупать по текущему на долгосрок? Будет ли допомиссия Сегежа? Вам что, нечего на долгосрок взять? Реально Сегежа Бывает интересная цена на нее Компания в принципе Она рабочая Она даже Модернизирует свое производство Даже вкладывается в свое производство Даже где-то наращивает Соответственно Живая компания Но Долг у нее большой Долгосрочный Я не знаю У меня в долгосрок компании попадают Долгосрочный Это по вашему Долгосрок По моему Это инвестиционный рейтинг В инвестиционный рейтинг Они попадают только Если Ну прям Очень крутые компании Очень крутая компания Что вам нечего взять Кроме Сегежа Да Сегежа Ну да Я тоже беру Но это никак Не компания Которая пролезает В инвестиционный рейтинг Немножечко Как допчик Взять Прокатиться Продать Забыть Опять хорошо Просела Взял Прокатился Продал Забыл Есть такие компании Есть которые Долгосрочные компании Да Они интересны В долгосрок Там Какие-то хорошие Компании Позитив Допустим Или про компании роста Есть гиганты Да Новотек Роснефть Сбербанк Полюс Газпромнефть Ну такие гиганты Гиганты Есть компании роста Которые Обладают потенциалом Хорошим потенциалом Роста Да Ну не такие Крепкие по активам Как Софтлайн Позитив Астра Там Черкизова Абрау Дюрсо И так далее Да Их еще Ну ладно Абрау Лишку хватил Их можно Тоже Потому что у них потенциал еще хороший Плюс актив А Сигежича Ну да Потенциал есть Потому что ее утоптали очень сильно А не потому что это супер крутая Компания В допах Пожалуйста проходите В ИР Извините У вас Не проходите вы Сюда это ВИП Зона Все Вопросов нет Ну как говорится Нет вопросов Нет ответов Будут вопросы Будут ответы Задавайте С удовольствием В них отвечу И больше информации В моем телеграм Кто меня смотрит на ютубе Ссылка на телеграм Будет в описании Там я по крипте Еще тоже пишу На ютубе Крипту не освещаю В телеге иногда Освещаю Что я там делаю Ну и другие Различные Посты По экономике По финансам По компаниям Как-нибудь Это все в телеге есть Вот Помимо того Что я освещаю на ютубе Ну и С удовольствием Отвечу на ваши вопросы Мне нравится С вами разговаривать В таком формате С вами общаться Вот Ну пока время есть Расскажу Еще Сегодня Кто Ну многие Наверное не знают То что я освещаю Этот портфель Это небольшой мой портфель И Вообще Стратегия антивного инвестирования Это Ну Вершина Азберная Да Чем я занимаюсь А так я Занимаюсь именно Как вот В Америке Очень такая популярная Профессия Это финансовый консультант То есть Люди ко мне приходят Ставят цели И мы Используем эти инструменты Которые там И стратегию инвестирования Там И Кто-то И кто хочет На крипту Там Кто хочет туда-сюда Там Распределяем Там Как кредиты Гасить Ну в общем Мы занимаемся этим Вот И Ставим цели Я прям Мы следим Этап сделали Пошли дальше Этап сделали Пошли дальше И Добиваем все цели Вот сегодня консультация была Чтобы вы понимали Консультация не то что там Ты сможешь Давай Ты молодец На тебе флаг в попу Ты Покоришь этот мир Нет конечно Конкретная цель Вот сегодня девушка приходит Говорит Вот И говорю Че хочешь Она говорит Хочу Дополнение на 100 тысяч Зарабатывать Окей Хорошо Взяли Расписали Да Какие у тебя данные Есть ли у тебя кредиты Сколько на брокерском счету Сколько твои денежные потоки И так далее И так далее В общем все расписал Вот Ну и все Что делать Говорю Это сделаешь Потом опять созвон Опять расписываю Это сделаешь Ну и так вот Двигаемся Кто там приходит Там ипотеку закрыть Кто-то Не знаю Там вторую квартиру купить Разменять Ну в общем Интересно Я этим занимаюсь Довожу людей До результата И значит обсуждение В телеге пошло Типа Сколько нужно Иметь брокерский счет Чтобы иметь 100 тысяч в месяц И там Такая версия Такая версия Ну типа Исходя из процентов Брокерского счета Значит такой-то Такой-то Из доходности Друзья мои Ну не совсем верно Вы Рассуждаете Не совсем верно Брокерский счет Вам не будет давать Какую-то Определенную Доходность В месяц Потому что Брокерский счет Он может полгода расти Полгода падать И что вы будете На падающем рынке Оттуда по сотке доставать Нет Вы Вот как Портфель комплексом Да Воспринимать надо Так и Свои денежные потоки Надо комплексно Воспринимать Почему вообще Мне не парит Сколько рынок Да хоть он Там год будет падать Но он не будет Год падать Конечно Да Почему Да потому что Вовремя Я из брокерского счета Вынимаю деньги Вовремя Докладываю Вот Это Кто-то смотрел Как правильно доклад Брокерский счет Это вот Одно из Правил Допустим Денежных финансовых потоков Поэтому Ну Необходимо иметь Денежный резерв Чтобы у тебя там Зубик какой-нибудь Так откололся А ты такой Ой Мне нужно сто тысяч На этот Как его Протез Да А у тебя даже сотки Нету В денежном резерве Все Надо срочно Гербанить Брокерский счет Или что-нибудь случилось Там не дай бог Да Надо срочно Гербанить Брокерский счет Ну Должны же Как-то Комплексно Воспринимать Свои Денежные потоки И распределять их Грамотно Подумайте об этом Синьки бау Синьки бау Синьки бау